Дмитрий Овчаренко Какой район следующий по плану? Потерял управление? В Могилевской области произошла серьезная авария. Сколько пострадавших? Перспективные и амбициозные. В Бобруйске выбрали лучших молодых специалистов. У нас не было чувства конкуренции. То есть мы просто выходили и делали свое дело. Кто вышел в финал? А также правовая политика, второй укос и отечественные бренды. В Беларуси будут регулировать выкладку товаров. Что изменится? Сильный президент, влиятельный парламент, инициативное правительство. Александр Лукашенко утвердил концепцию правовой политики. В документе закрепляются идеологические требования, которые выступают фундаментом. В приоритете сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности. На их основе реализуется национальная безопасность, народовласти, социальная справедливость. Главное – защитить конституционный строй и интересы граждан. Предусматривается и приоритетное направление развития отраслей законодательства. Роковой маршрут. В Могилевской области произошла серьезная авария. ЧП случилось накануне около 8 вечера вблизи деревни Евдокимовичей Шковского района. 38-летний водитель «Пежо», двигаясь с лафетом, на котором перевозил автомобиль БМВ, потерял управление. Машина выехала навстречу и столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген», который от удара съехал в кювет. Госпитализированы 4 человека. Зеленая карта, сытые буренки и разнообразное меню. Проект по питанию распространят на все школы страны. Кто поддержал инициативу? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Трудовой кодекс Беларуси внесены изменения. Соответствующий закон подписал президент. В частности, родителю троих и более детей или ребенка-инвалида теперь предоставляется право заменить еженедельный дополнительный выходной с сокращением ежедневной работы на час. Также появляется возможность получить освобождение с сохранением зарплаты при прохождении диспансеризации. Полис международного автострахования. Зеленая карта продолжит действовать между Белоруссией и Россией и после 30 июня. Также соглашения о продлении заключили с Азербайджаном и Турцией. Что касается остальных стран, то белорусским автовладельцам, выезжающим за границу на личном транспорте, придется оформлять договор пограничного страхования на территории того государства. Травы второго укоса скошены более чем на 107 тысячах гектаров. Это почти 12% к плану. В лидерах Брестская область, в аутсайдерах Вицепская. Сказались погодные условия. Заготовлено 232 тысячи тонн сена, 6 миллионов сенажа, в том числе в полимерную упаковку. Работы продолжаются. Хозяйства страны обеспечены квалифицированными специалистами и необходимой техникой. В республике будут регулировать выкладку белорусских товаров на полках магазинов. «Март» работает над созданием соответствующего нормативно-правового акта. Он поможет стимулировать реализацию отечественной продукции. За первый квартал этого года их продажи увеличились более чем на 2% по сравнению с показателем 2022-го. Проект по питанию распространят на все школы Беларуси. Пилотная программа стартовала в декабре 2022-го на основании решения правительства. В ней участвовало более 20 учреждений. Создана межведомственная комиссия из профильных структур вместе с облсполкомами. Проведен опрос детей, педагогов, родителей. Более 90% поддерживают полученные результаты. Лучшие детям в Бобруске открыли новые игровые спортивные площадки. Качели, горки, лесенки, песочница и карусель появились на Орджоникидзе 42Б. Здесь же баскетбольное поле. Все сделано благодаря усилиям Грисполкома, депутатского корпуса и строительной компании «Бобруск Энергомонтаж». В приоритете безопасность. Все оборудование установлено на мягком полимерном покрытии. Вместе с ней отремонтированы здесь все игровые зоны и спортивные площадки на этой дворовой территории. Это знаковое событие для наших жителей – обеспечение безопасности развития наших детей. Надеюсь, что жители наши оценят и будут пользоваться с удовольствием. Новая площадка нам очень нравится. Все очень красиво, все очень качественно, добротно. Дети счастливы. Это самое главное. Современная площадка открылась и на Крылово 56. Здесь потрудились на славу ЖУ Первомайского района. Всего в городе появилось 9 новых детских игровых и спортивных комплексов. Гулять так гулять. «Бобруск» продолжает отмечать День города. 1 июля горожан ждет насыщенная программа. Фестиваль еды, легкоатлетический забег, зажигательные дискотеки и праздничный салют. Но даже на этом сюрпризы не закончатся. Куда сходить всей семьей, расскажет Татьяна Горбач. «Бобруск» продолжает отмечать День города. 1 июля большая часть торжеств сконцентрируется около Бобруск-арены. Ровно в 11 стартует республиканский легкоатлетический забег на 3,10 километров. А в полдвенадцатого в скорости и выносливости смогут побороться семьи. Им предстоит преодолеть дистанцию в тысячу метров. Старт и финиш на улице Масонова, 27. Каждый участник на дистанции 3,10 километров получит медаль финишора. В семейном забеге каждый ребенок также будет награжден медалью. Ну а победители и призеры на дистанции 3,10 километров будут также награждены. С часу дня возле Бобруск-арены стартует традиционный фестиваль еды «Запрошаем смачно есть». Предприятия города продемонстрируют кулинарное мастерство и угостят всех желающих как блюдами белорусской кухни, так и заморскими изысками. В меню от холодника и драников до блинчиков и пирогов. Все вырученные средства пойдут на добрые дела. В этом году мы рады удивить гостей города и жителей города Бобруска вкуснейшими сырниками с медом и сметаной, собственно, производством, а также блинчики с творогом и также с медом и сметаной. В этом году на фестивале еды Бобрусский мясокомбинат готов предложить блюда белорусской кухни. Будем радовать вас жарким по-домашнему, медовым напитком. Всех запрошаем. На этом сюрпризы не закончатся. С шести вечера у Ледового дворца стартует музыкальная программа «Новое поколение». Через полчаса на внутренней сцене начнется концерт самоцветов. С полдевятого до десяти тридцати зажигательными ритмами порадует дискотека от «Зефир-ФМ». Танцевальный марафон продолжится до часу ночи. В 23.00 прозвучат залпы праздничного салюта. Весь день будут работать торговые ряды, тематические игровые зоны и выставка ярмарка. С днём рождения Бобруйск! Поздравляем наш замечательный город. Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, мирного неба над головой, чтобы у всех всё было хорошо. Хочется поздравить бобруйчан, пожелать им хорошего настроения, такого же солнечного, яркого, как сегодняшний день. Процветания, благополучия. И город Бобруйск – лучший город. С 6 до 8 вечера на площади Ленина у фонтана зазвучат чарующие звуки скрипки и виолончели. Своим талантом порадуют учащиеся музыкальных школ. А уже 3 июля бобруйчане в унисон со всеми белорусами отметят главный праздник страны – День независимости. Горожан ждёт митинг, концерт, кинотеатр под открытым небом, конкурс «Автоледи», акция «Споём гимн вместе» и великолепный салют. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. На них рассчитывает страна. В Бобруйске выбрали лучших молодых специалистов. За почётное звание боролись больше 10 претендентов из учреждений здравоохранения, образования, культуры, промышленных предприятий, строительной сферы, а также организаций транспорта, электроснабжения и связи. Городской конкурс проходил в несколько этапов. В первом участники писали эссе на тему «Моё профессиональное кредо», во втором рассказали о себе и демонстрировали таланты. Я не ожидала, что выиграл, потому что мы успели пообщаться, познакомиться и даже где-то подружиться с девочками. На самом деле культура объединяет практически всех людей, и поэтому мы очень легко нашли общий язык. И даже когда между собой где-то говорили, что у нас не было чувства конкуренции. То есть мы просто выходили и делали своё дело так, как мы это чувствуем, чтобы нам это доставляло удовольствие. По итогу звания лучший молодой специалист 2023 у достойной работники Белшины, гимназии номер один, детской школы искусств имени Текотского, Бобрусских электрических сетей и Первой городской полихлиники. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»